В калитке этого забора не было, ходили. Вон там еще есть, но там открывалось постоянно. А здесь взяли, рубили, все. Когда проживающий по улице Мичурина Иван Лемешев в очередной раз отправился в городскую поликлинику на обследование, впереди его ожидал неприятный сюрприз. Впрочем, теперь этот участок Черкеска впору переименовать в Тупиковый, поскольку для горожан почти полностью закрыт доступ к социально значимым объектам. Путь до ближайших магазинов, аптек, поликлиники, остановки общественного транспорта стал в три раза длиннее. Один километр вместо прежних 300 метров. Собственники частных домов даже не знают, кого им за это благодарить в первую очередь. Теперь я неделю без хлеба. Я не могу дойти до заморозки. Туда вот сделали люди проход, а мы не можем пройти. Помогите, пожалуйста, что-нибудь сделайте. Да нам сделали бы утром открывали, а вечером закрывали. И все, мы прошли, все. А до поликлиники мы вообще не дойдем. Вот теперь представьте, я инвалид второй группы по ногам. Мне надо к врачу идти. Как идти? Там замкнуто. Туда через психи или через Ставру поликлинику. А я не дойду. Целый километр. Я в этот магазин иду, и то пять-шесть остановок вот здесь. А если так вокруг идти, ой-ой-ой-ой, как много. Иван Лемешев помнит то время, когда рядом с частными домами только начиналась стройка автодорожного техникума. Это потом он был переименован в колледж, а теперь носит статус высшего учебного заведения. Вряд ли тогда люди могли предположить, что однажды образование закроет им путь к лекарствам и продуктам питания. С одной стороны, понять руководителей вуза можно. К ним повышенные требования по антитеррористической безопасности. Другое дело, что если уж их решили вводить, то почему столь избирательно? Ведь эти горожане больше месяца не имеют возможности тут ходить. Зато с двух сторон на территорию учреждения образования пройти можно свободно. Что мы и доказали, прошагав к одной из калиток. Надежная защита, ничего не скажешь. Но как людей оставить без дороги жизни? Для некоторых уж точно так пожалуйста. А этот строящийся дом когда-то был магазином. Интересно, кто в свое время давал разрешение на его возведение по пути следования пешеходов. К самому собственнику вопросов нет. Он и сейчас помогает соседям. Пока не закончил стройку, пускает их через свой участок. Специально прорезал, но сейчас уже будет закрыто. Но это на время? На время это да, это его частная территория. Уже, говорят, через двор ходят, я говорю, хочу закрыть. А по большому вот это частный город. Это подобрать я души своей, он нам разрешил. Даже вот параллельная улица, если вы скажете там пройти, там вообще нет тротуара. Там застройка полностью. То есть по сути это единственный участок, по которому... По сути нет, нет, даже можете проверить, ни с правой, ни с левой стороны нет тротуара. В надежде быть услышанной вышла и самая старшая жительница этого микрорайона. Евдокия Степановна говорит, что подобной блокады в ее жизненном опыте еще не было. Я не знаю, кто это вот понастроил всего, а теперь все ходят именно вот так вот кругом. И там внизу улицы живут люди по Шевченко. Все они поднимаются на гору, идут по этой улице близко и в магнит, и в магазин, и в поликлинику. Везде было открыто. И институт никто ни разу не ограбил, не поломал ничего. Мы обратились к господину Гапову, который проектор по безопасности КЧГТА. Он нам пояснил следующее. Принесите мне судебное постановление, либо любой документ, который постанавливает, что я вам должен открыть. Все. У меня есть предписание, у меня есть постановление с Москвы. Я выполнил свою работу. То есть полюбовно предоставят нам выход, заход, проход. Он категорически отказывается. Гаражи, не надо поспорить на территории института. Они незаконные. Вот снесите гаражи, дайте нам проход. Ясно вам или неясно? Гаражи незаконные. Сделайте нам вот такой вот проходик. Здесь просто люди многого не требуют. Просто, чтобы по-человечески все было. Для одного человека большое расстояние не является преградой. Для другого это непреодолимый барьер, заставляющий вместо прогулок и посещений различных учреждений оставаться дома. Горожане все же надеются, что вместо тупика здесь все-таки появится устраивающая всех продолжение пути. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели.